Потому что мясо сейчас не то, которое было и не то, которое раньше. У нас есть здесь наш друг ветеринар. Кстати, между прочим, у ветеринаров работа в 100 миллионов раз сложнее, чем у человеческих врачей. Потому что, во-первых, покусают. Во-вторых, если ты не добрый, не приблизишься ни к кошке, ни к собаке. Тебя не чувствуют, считывают на астральном уровне. В-третьих, гипноз не работает. Больной вам уже лучше. Это не работает. Если у коровы болит копыта, то у коровы болит копыта. Ничего ты с нее не выдаешь. Поэтому ветеринары – это настоящие врачи. А вот человеческие врачи, их надо на стажировку в ветеринарию. Поэтому мы попросили, ну буквально там, несколько минут, 10 минут. Скажите, пожалуйста, чем вообще кормят животных? Чего нам опасаться? Ну вот как вообще? Скажите свой взгляд на эту тему, как врач наших друзей меньших. Две минуты, мы готовились. Ольга Алексеевна, слушай. Ничего, ничего, а мы вас послушаем. Просто я давно в коровом клубе. Просто давно отсутствовал, извините. Да, ничего. У нас было скучно без вас. И вот у меня своя аптека, я веду прием. Давно уже. И что? Как только придет кто-то в аптеку, обязательно разговор о здоровье. И вот пришла бабула. И говорит, сынок почистил яблоки, шкурки кролика, ментала, крольчата. Крольчата сдался. Вот так. Да, дед. Я ее за язык не тянул. Мужик, говорит, возил какую-то чепуху на птицефабрику. Мешок в машине лопнул. Матери домой то, что осталось, там привез. Мать вышла. Цып-цып. Птицефабрику же человек возил. Утром проснулись, скоры раздутые, дохлые и лопнутые. Мальчина. Вот. Бабулька рассказывает. Раньше я в Горький, говорит, привезу яички домашние. Все так радуются на сковородку. А тут привезла, на сковородку бросили. Еще странно я говорю. Ой, да ваши яички какие-то бледненькие. И потом я узнаю, что научились кормить красителями, которые концентрируются в жирке. И этим нас с вами почет. Я давно запомнил слова Галексеевны. Мы с вами будем здоровы только тогда, когда научимся из супермаркета выходить с пустыми руками. Ну да. Это вот тот самый пример. В интернете вижу мелкие китайские мандарины. Женщина разрезает ножом и оттуда выковыривает лист. Да, да. Кошмар. Расскажу про ножки Буша. Они только появились. Вот такие огромные. Мы с вами их не видели в советское время. Жена приносит. Вот кутыл давай готовить. Кусаю и жене говорю, больше не брать. Почему? Ты смотри какая мышца. А кость. Я перекусываю. Не может быть такая мышца нарастить. Если кость, она сформировавшаяся животное. То есть туда набили того, что заставило эту мышцу. Больше того, раньше, потом по телевизору увидел. Вот идет она на конвейере, ножку Буша. И шприц такой в нее впивается. И накачивает плодированные воды. Потом сразу заморозку. То есть хлор боевой отравляющей веществом. И плюс лед. Но за это платим деньги. Почему нет грудной мышцы в магазине? Потому что вся гадость, кем как раз концентрируется, вот этих мышц голени. А грудную мышцу они сами съедают. Там не видно наименьшее количество. Понимаете? И чтобы не взять, мужик прорвался в звениговский, знаете, мясо. Как он туда попал, не знаю, там строжайший контроль. Но говорит. Огромные свиньи ходят. Шкура лопнутая, намазанная зеленкой. Пичкает такой пакостью, что вот мышцы растут быстро, а шкура не успевает. Она лопнутая. И ее там... Другой председатель приехал, привез в птицефабрику. Зерно продам. Позапрошли год, вы помните, в дожди было много зерна. Ой, да нам вашего зерна-то надо вот столько, вот у нас все надобавка. Понимаете, в чем дело? Поэтому... У нас с вами единственный вариант. По врачам, без врачей мы не можем прожить. Но вот чтобы попасть на прием к моему старшему брату, люди меняли прописку. В советское время он не мог просто принять. Да, нам нужна была прописка. Сам он прожил 55 лет. Жена тоже врача была. Проснулся утром человек. Сходил, помолчился. Заголос схватился, на диване покатался от боли и все. И сказал. Последний диагноз сам себе поставил. Это тромбоз, это конечно. Все. Поэтому нет вариантов. Есть такой автор, Сергей Петрович Куренков. Он на первой странице пишет. Современная подготовка врачей преступна. Понимаете, в чем дело? Вот. И главный врач роддома, старший брат. Жена в 8-9 месяц беременности поехала в гости. И он мне говорит. Жену рожать только ко мне. Если она умерет и у меня, значит ее не спасет никто. А я ветеринар. Я собирал доярок зимой и учил их. Что самое главное, что есть в организме матери, когда она ходит 9 месяцев беременна, это глобулины. Они защищают теленка или там ребенка. За счет этих глобулинов. Они не переварены. В кишечнике есть поры. Не переварены. И переварены огромные глобулины. Проникают в кровь. И за счет этого. Потом они закрываются. И глобулины идут в кишечник. Теленок что-то лизнет. И защищает его там и внутри. Так вот, я вынужден был сам вторую дочь принимать. Для того, чтобы напоить ребенка молодец. В то время, 25 лет назад, брали ребенка, уносили, поры закрыты, приносили ребенку. Старшему брату говорю, зачем ты так не делаешь? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...